Этому дому далеко за 50. Построенный в 1962 году, он, что неудивительно, требует вложений и замены многих систем. Облупившийся фасад, обваливающийся балкон – это первое, что бросается в глаза, но суть проблемы куда глубже, чем внешний вид. Фонд капитального ремонта, по каким критериям устанавливает очередность этого ремонта, до сих пор непонятно. У нас дом 1962 года, то есть ему далеко за 50. А дома, которые построены раньше, они уже отремонтированы. И почему во внимание не принимается вот эта независимая экспертиза, тоже непонятно. Прорыв трубы произошел здесь 26 сентября. Тогда у людей уже был на руках ответ с отказом в переносе сроков капитального ремонта на более ранние. Я захожу вечером домой, время 15 минут 8. Открываю дверь и попадаю под горячий водопад. Не просто капли, а водопад. Настолько все лилось, что невозможно было пройти просто по ступенькам. То есть выше, чем по щекотку. Шла эта вода, кипяток, не было видно ничего. Мы боялись, что будет вообще замыкание, начнется какой-то пожар. Потому что, посмотрите, все провода находятся тоже в безобразном состоянии. Вся эта электрика. И все лилось просто стеной. О том, что дом не просто признан аварийным, но опасен для жилья, гласит официальный документ. Независимая экспертиза, которую в прошлом 2016 году собственники провели на свои средства. Именно с этим заключением они обращались в самые разные структуры. Это подтвердила жилищная инспекция. Это есть акт проверки номер 1622 от 29 июня 2016 года. То есть это еще до начала экспертизы. То есть дальше у нас есть обращение администрации управления энергетикой и жилищно-коммунного хозяйства в министерство о том, что требуется капитальный ремонт. Дальше собственники еще обращались в прокуратуру о том, что ихний дом не ставят в капитальный ремонт. Сроки капремонта, надо сказать, все же перенесли. С 2028 года на 2022, до которого осталось 5 лет. Почему не провести необходимые действия? Учитывая состояние дома, заключение экспертизы и постоянное ЧП, сейчас, вне очереди, когда это необходимо, вопрос. Дальше мы же писали в администрацию города, в управление жилищно-коммунального хозяйства, прокуратуру. И в течение года мы получали от них письма от одной инстанции, месяц туда идет, месяц назад. Другую инстанцию нас переправляли также месяц туда, месяц назад. И в течение года нам шли отписки. Единственное, потом мы получили уже где-то в мае ответ, что с 25-го, с 28-го года нас перенесли на 20-й, 22-й год. В фонд капитального ремонта Рязани наша телекомпания отправила официальный запрос, в котором мы задали один вопрос. Почему аварийный, опасный для жизни дом отказываются ремонтировать, пока не произошло настоящих трагедий? Комментариев будем ждать и непременно продолжим эту тему, как только получим ответ. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».